И вновь доверчивый житель нашего города становится жертвами мошенников. Несмотря на все предостережения, подобные случаи происходят раз за разом. На прошлой неделе на удочку злоумышленников попалась молодая женщина. Неизвестный позвонил, представился сотрудником банка и сообщил саровчанке, что на ее имя пытаются оформить кредит. По его словам, операцию заблокировали. Теперь женщине надо перевести все деньги на безопасный счет. Злоумышленник не только вынудил перевести ее личные денежные средства в сумме около 60 тысяч рублей на его номер сотового телефона, но и взять кредит на сумму чуть более 400 тысяч рублей. В результате чего ущерб саровчанке был причинен в сумме около 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Саровчанин попал в больницу после встречи с неизвестным на пороге своего дома. Незнакомец напал на мужчину, угрожал ножом, избил его и украл тысячу рублей. Однако сотрудник МППС по горячим следам нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый гражданин К. Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса, а также направлено ходатайство на начальника главного управления о поощрении как раз этих сотрудников МППС. На дороге города за минувшую неделю произошло 8 ДТП, 6 с материальным ущербом и 2, в которых пострадали люди. Водитель с 50-летним стажем за рулем Киа на улице Харитона съехал на обочину и наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП мужчина получил перелом верхнего конца локтевой кости. Изначально водитель не обратился к нам с регистрацией ДТП, не обратился же он и в приемный покой, попытался с места ДТП увезти автомашину, чтобы концов не найти. Но, тем не менее, наши инспекторы это увидели. Значит, ДТП зарегистрировали, составили на него в том числе и протокол по статье 12.33, это повреждение средств организации дорожного движения. Еще одно ДТП произошло на перекрестке проспекта Музрукова в улице Советской. Такси с рулем служебной машины при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустил «Шевроле», которое двигалось со встречного направления прямо. С телесными повреждениями водители такси госпитализировали в травматологию. Кроме того, за праздники сотрудники ГИБДД задержали шестерых саровчан, которые сели пьяными за руль. Из них двое повторники. В отношении них возбудили уголовные дела.